Субтитры создавал DimaTorzok Война за Троицу. Сегодня один из главных православных праздников, христианских праздников — это Троица. И приурочена передача иконы Рублёва русской православной церкви. Она уже в храме Христа Спасителя находится, эта картина. Несмотря на несогласие искусствоведов, насколько мы знаем, но для российских властей, вероятно, это было символично важно и не только возможно. Почему, на ваш взгляд, так много сейчас вокруг этой истории разговоров и действий? Ну, слушайте, у Путина кончились все его замечательные вундервафли, и он, видимо, решил, что Троица восполнит недостаток авангардов и вся такое прочее. Иначе я это объяснить не могу. Это действительно какие-то пережитки магического мышления. Я вам напомню, что на полных серьёзных щах, когда Путин, если, конечно, это был Путин, приезжал на фронт, но это был не совсем фронт, это было сто сколько-то там километров от фронта, он привёз туда к генералам тоже какую-то святую икону, и я не знаю, заметили ли вы это, но у нас тут не так давно с иконой вертолёт облетал какие-то, я забыла, честно говоря, это было на Донбассе или это было непосредственно в России, но, в общем, облетал земли. И, видимо, Путин считает всерьёз, что это помогает. Вместе с жертвоприношением чёрного пуделя или что ещё там. Извините, я просто устала над этим стебаться, потому что просто в моей памяти недавно, как человека, который занимается подобного рода исследованиями, сразу встаёт большое количество подобного рода пророков от индейского пророка Мавоки, который с помощью пляски духов собирался давать невязвимость своим последователям, до его предшественника Тенскватавы, который обещал примерно то же самое, тоже индейский пророк, до, соответственно, пророком Лима, это было уже в Южной Африке, вот он как раз обещал превращать пули белых в воду, до Ихитуани в Китае, которые, опять же, обещали своим последователям неуязвимость в случае, если, значит, в них будут стрелять большеносые обезьяны, ну, то есть европейцы. И вот каждый раз, вы знаете, что-то там не удавалось. Правда, у них у всех есть общий корневой предшественник. Один товарищ, который две тысячи лет назад, когда он собирал своих повстанцев против Римской империи, тоже обещал своим последователям неуязвимость, потом эти обещания немножко потерли, в современных Евангелиях они выглядят как, значит, немножко другие обещания. Но тоже начиналось с этого, я вам должна сказать. И даже в отдельных деяниях апостолов эта история сохранилась. Например, какой-нибудь там апостол Андрей куда-то идёт, римские легионеры говорят, хватайте его, он обращается к ним, и, соответственно, они, все у них отсухают руки, у них падает оружие из рук и так далее, и так далее. Вот. Так что, мне кажется, что в этом смысле Путин возвращается ко временам очень раннего христианства. Вот вы сказали о жертве приношении чёрного Путиля так иронично, но это ведь действительно много говорят о Путина, что он скорее суеверный человек, нежели чем религиозный. И при этом спас нерукотворную он привозил тогда солдатам на фронт. По крайней мере, такие видеокадры были опубликованы, мы можем только на них ссылаться, не подтвердить, не опровергнуть, был ли он там, но тем не менее. И везде он сейчас старается вот эту, ну, был на Рождество, прошу прощения, на Пасху. Вероятно, был в храме он или, как говорит кто-то, его двойник. Андрей Кураев, кстати, недавно в интервью сказал, что как расстроиться, это такое стратегическое оружие для Владимира Путина сегодня. И таким образом, ну, когда все аргументы закончились, теперь он пытается вот так воздействовать. Ну, то есть этот контраст в нём вообще с тех, кто его понимает, как это совместимо? Ведь, ну, знают Путина как, наверное, суеверного человека в большей степени, нежели чем религиозного. И он сам никогда не подтверждал, что он верующий человек. Ну, во-первых, если честно, я не вижу большой разницы между суевериями и религиозностью. Вот, вообще-то, с точки зрения римлян, как раз слишком многие религиозности, это и было суеверие, да, слишком много. Религия — это и было суперстицио. Я просто дословно воспроизвожу некоторые римские формулировки. Так что, и как я уже сказала, вот ранние христиане с Владимиром Владимировичем были бы полностью согласны насчёт применения различных магических артефактов. Так что не будем заблюдать в эту опасную, изобилующую различными теологическими подводными камнями тему. Нам бы хотело заметить вот что. Что мы почему-то все, значит, остебёмся над этой троицей, которую он получит на фронт вместо авангарда. Но надо подумать другое, что вот все эти авангарды, которые он показывал в качестве мультиков, а как там ещё, буревестники, посейдоны и так далее, они на самом деле уже были предметами абсолютного суеверия. То есть они только формально выглядели как большие, красивые, толстые, фаллического размера ракеты, на которых можно было вертеть Америку, на которых можно было вертеть Европу. Ну, конечно, вот сам, я бы сказала, сам абрис этой ракеты, в отличие, кстати, от троицы, просто вот придавал, знаете, мужские силы Путину. Во, какие штуки у меня есть, и какие они толстые, и какой они правильной формы, и как я на них всех насажу. Но на самом деле, вот когда он показывал эти мультики, это же было на самом деле то же самое, потому что этих ракет не было. А более того, я хочу обратить ваше внимание, что у него же есть нормальные ядерные ракеты. На несчастье всего мира они у него есть. Это ракета Ярска, про которую наверняка вы почти никогда не слышали. Вот вы слышали что-нибудь про Ярс? Ну, редко она упоминается, это точно. Да, это абсолютно нормальная, единственная хорошая ракета, которую сделали Путину. Носитель ядерного заряда, твердотопливная. Потомок тополей и тополей, которые, ну, действительно просто закончили свой срок годности, соответственно, ее спокойно без шумихи сделали. Для нее поставили новые заводы, которые производили действительно хорошие пороха, которые превосходят тот порох, который есть у тополи. И, соответственно, она и летит дальше, и боеголовки у нее есть, и у него 180 штук Ярсов. Это основное его ядерное оружие, просто основа его реальных ядерных сил. Вместо этого мы слышим, значит, про это самое, про Сармат, который до сих пор не полетел. Это при том, что Сармат является просто reverse engineering, то есть это просто копирование ракеты СС-18, которая делалась в городе Днепропетровск, ныне Днепр. То есть просто реально, вот с точки зрения современных реалий, Путин пытается повторить украинскую ракету, которая была собрана в советские времена 50 лет назад, и до сих пор это не сделал. Тем не менее, мы на каждом углу слышим, значит, про запуск Сармата, который долетит туда-сюда и 5-й и 10-й. Хотя, еще раз повторяю, это смешно. Сармат еще до сих пор не летает, то есть он ракету, которую сделала 50 лет назад, не может пересобрать у себя на собственном заводе, но при этом совершенно нормальный Ярс нигде как-то особо не пиарит. По-моему, это вот реально из области психологии. Я не говорю о несуществующих пуревестниках и посейдонах. Но если вернуться к русской православной церкви, то нередко ее называют мощнейшим инструментом пропаганды сегодня на своих прихожан и так далее. Про Владимира Путина, опять же, говорят, что... Нередко говорят о духовных отцах, духовных наставниках Путина, но тем не менее, там, если говорили про Тихона Шевкунова, то это было как-то отвергнуто, кажется, самим Шевкуновым, и вообще эти слухи, они вроде как не имели под собой почвы. Но как вам кажется, такому как Путин, вот нужен ли духовный наставник, человек, с которым он может поговорить на равных, как он говорил про Ганди, что теперь поговорить не с кем? У него точно есть духовный наставник, называется Ковальчук. Это Ковальчуки, как я понимаю, ему рассказывают и про Запад, и про золотой миллиард, и про боевых комаров, и, по крайней мере, другой Ковальчук, не тот, который в ближайший Путин, но его брат. Об этом более-менее рассказывал даже Думе, что вот каких-то там, это самое, служебных людей пытаются делать на Западе, просил денег на то, чтобы, типа, от этого отбиться, читайте, сделать то же самое. То есть, к сожалению, у него духовные наставники есть. Это, знаете, ну вот если пойти в глубины интернета, и там набрать, наверное, масонский заговор против России, Пейдербергский клуб, как это, чего они там ещё, вот у меня просто, знаете, не совсем фантазии хватает. А как это там, вот искусственно созданные, да, значит, вирусы, созданные с целью убивания людей в генетических лабораториях, как это там метка, вот я забыла, что там Билл Гейтс-то должен был вводить, да. Ну, чипы. Чипы, да, да, чипы, извините, я просто забыла. Да, но вот до чипов у них дело не доходит, а до всего остального, собственно, так я понимаю, они этим там реально копятся, и там вот это вот такая питательная среда, они этим питаются, как дрожжи, и всё это на этом пухнет, и там эхо-комната, и Путин, соответственно, это транслирует своим, это они транслируют обратно. Честно говоря, я не вижу, чтобы православная церковь, она очень пытается, я бы сказала, она вот тут страшно бы хотела поучаствовать в процессе. Но процесс брожения этой милостной среды вполне обходится без православной церкви, я бы сказала так. Хотя, несомненно, периодически вот все вот эти вот люди, которые считают, что раз они поставили Богу церковь, то Бог им уже должен, да, они, конечно, существуют. Мы как-то говорили в нашей программе «Война и Бог», где мы как раз говорим с теологом, вот о том, как раз о троице мы говорили, и о том, что Владимир Путин, вероятно, хотел бы ещё одного союзника, помимо армии и флота, как известно, в России переманить на свою сторону, таким образом. Замечательно постановка вопроса, но вот, видимо, у него с армией и флотом не очень. У него, правда, есть ещё Пригожин и Кадыров. Армия, флоты подвели, значит, Пригожин и Кадыров тоже, вот, гляди, подведут. Но вот троица и Путин в качестве четвёртого члена троицы. Это последнее, на что остаётся надеяться. А что, кстати, между Кадыровым и Пригожиным, об этом тоже приходили вопросы. Судя по тому, что, сказал Пригожин, удалось улазить этот конфликт, иначе было бы много крови. Но вот как вы оцениваете ту перепалку, которая произошла между ними? Я оцениваю очень просто. Вот, например, был такой человек, которого, то есть он есть, командир батальона «Восток» Ходоковский, Александр Ходоковский, если я не ошибаюсь. Один, кстати, зачинатель Донбасса, который ещё в прошлом году сказал, что кадыровцы ни черта не воюют, а снимают тик-токи. К нему приехал Адам Деримханов, который у Кадырова по этому делу уполномоченный, со специфическими позывными, которые здесь, ну, которые достаточно широко известны в узких кругах, в том числе по первым буквам, имени и фамилии. А, значит, Ходоковский, во-первых, записал тик-ток с извинениями, во-вторых, как я понимаю, просто перешло под крыло батальона «Ахмат». Соответственно, вот Кадыров, там на фронте их кадыровцев не видно, но вот они специалисты по записыванию извинений. И вот мы видим, что никаких извинений от Пригожина они не дождались. Фраза «конфликт регулирован» — это, извините, не извинение. Да, всё выглядело раньше. Помните, какой-то красноярский депутат, по-моему, извинялся? О, как это выглядело! И таким образом мы можем иметь простую констатацию факта, которая заключается в том, что Путин, который посылает на смерть всех, то есть ополчение ДНР, ополчение ЛНР, зэков, российские регулярные войска, он не смог, вопреки очевидным ожиданиям, послать на смерть кадыровцев и вообще, собственно, не смог заставить их воевать. Они воевали только по-настоящему, они были на передовой, только когда выдвигались колонны в Гастомель, брать Киев, потому что казалось, что это сейчас будет большой праздник души. Киев на три дня кадыровцам отданный. Представьте, какая красота, какая усла до сердца. И тут вместо того, чтобы попасть в Киев и в эти райские кощи практически к 72 горе, прилетели, соответственно, украинские бомбардировщики, раздолбали это. Я не помню, что там было. В основном штурмовики и засады раздолбали эту колонну. Кадыровцы воспользовались этим, чтобы в Гомеле предъявить российской армии российским способом, типа, вы нас подставили, это вы сдали нас СБУ. Было такое дело, насколько я знаю. После чего, как я уже сказала, они участвовали в боевых действиях исключительно с помощью разных снимаемых видео. Ну, например, знаменитое видео, где якобы Зеленский, актер, который играет Зеленского, капитулирует, причем капитулирует, причем перед Рамзаном Кадыровым, не перед Владимиром Путиным. И как еще Путин все это выносит, ну, понятно, что вот уже сами эти тик-токи, уже сам факт того, что сколько кадыровцев на фронт не посылали, они не ехали, а играли только роль заградотрядов. А они говорят, что, ну, совершенно какая-то изумительная на самом деле настоящая реальность взаимоотношений между Путином и Кадыровым, кто сильнее. Потому что такое ощущение, что сильнее Кадыров, чем Путин. И, соответственно, вот в этот раз мы увидели, что Пригожин сильнее Кадырова, что и следовало ожидать, потому что человек, подразделения которого реально сражаются, там, да, можно сказать все, что угодно, зэков перемалывают, артиллерию получают от российской армии, и так далее, и так далее. Но вот все, что крутого взяли в этой войне российские войска, начиная с Попасной, из Северодонецка, взял на самом деле Пригожин. Соответственно, оказалось, что Кадыровцы ему с их тик-токами на один укус. Ну вот главное, и я думаю, что очень многие сейчас, ну, включая, например, те бизнесмены, которые в Москве после убийства Бориса Немцова просто с квадратными глазами их говорили и ходили, сейчас все, сейчас сожрут всех. И действительно такое стало происходить. Я думаю, что Пригожин очень сильно поднял, заработал очень много очков на эту историю. Например, даже среди российского бизнеса, не говоря уже о среде российских силовиков, которые далеко не все находятся на содержании Кадырова. Ну вот такие, как Пригожин и Кадыров. Испытывают ли они страх по отношению к Владимиру Путину? Потому что кажется, что все-таки Пригожин, ну и Кадыров, в принципе, тоже, не переходят какую-то границу. Между собой у них есть перепалки. Пригожин говорит о том, что зять Шойгу и дочка Шойгу такие, и обзывает их, говорит, что Украина сильнейшая армия мира, говорит крамольные вещи, но при этом не переходит эту грань, чтобы, скажем, сказать о дочери Путина что-то, сказать о самом Путине. Хотя там было это высказывание, которое он позже Герасимова... Счастливый дедушка. Да. Ну да, мы все знаем, кто у нас счастливый дедушка. Какой Герасимов, но смешно. Очень просто, встречный вопрос. А зачем? Зачем фальшстарт? Человек, который сейчас так стремительно наращивает свою репутацию, зачем ему залупаться на того, который... Зачем ему воевать сейчас против того противника, который, несомненно, является его последней стратегической целью, но просто при амбициях Пригожина нет никаких сомнений, и что именно является вершиной его амбиции. Пост пожизненного диктатора всея Руси. А этот пост уже занят. Но зачем же сейчас залупаться на Путина, если есть гораздо более удобные цели, уничтожая которых и меряясь с которыми, ты можешь повысить свою реномию. И вот в данном случае Пригожин уверенно взял еще одну ступеньку на наших глазах. Причем значительно более серьезную, чем Шойгу и Герасимов, потому что Шойгу и Герасимова можно ругать сколько угодно. А вот Кадыров всегда заставлял извиняться. А вот на косе, выкусил. Вот вопросы как раз про страх, но уже со стороны россиян по отношению к Владимиру Путину. Боится ли, к примеру, патриотичный житель, пусть не столицы, а региона, президента России? Есть ли это чувство страха, на ваш взгляд? Слушайте, извините, пожалуйста, я не социолог. Этот вопрос надо задать Миняйла, а Миняйла это превратит в социологический опрос. И то мне очень сложно представить себе, как этот самый... Ну, слушайте, извините, я не знаю, как насчет патриотичного жителя, но вот мы видим, что не очень много людей вышло в поддержку Навального, и наверняка гигантское количество людей бы вышло, если бы не боялись. И наверняка гигантское количество людей вышло бы против войны, если не боялись. Сколько там? Уже 16 тысяч арестованных против войны. Как вы, кстати, эту акцию оцениваете? Она вызывала дискуссии и споры, учитывая, что всем ясно, что будет с теми, кто выйдет в Россию. Ну, вот поэтому я ее не понимаю. Я считаю, что Навальный, безусловно, лидер российской оппозиции. Но зачем людей бросать? Ну, слушайте, это просто получается какой-то мясной штурм. Это вроде взятие Бахмута зэками. А зачем? Ну, как сказал Владимир Зеленский, Бахмут остался только в наших сердцах, и там ничего не осталось, чтобы брать. Нет, ну, мы сейчас не обсуждаем взятие Бахмута. Багнеровцы его взяли, и, как мы видим, Пригожин тут же со словами «я его взял, из него убежал», что было связано в основном с, на мой взгляд, блистательной дезинформационной кампанией украинской армии, заложного, на которой, кстати, я и сама попалась, потому что когда они не просто стали распространять слухи о ближайшем наступлении, они же сделали гораздо более умную вещь. Они действительно вызвали всех офицеров из отпусков во фронт, они прекратили всякое движение по дорогам со словами, что нас, значит, мы всё привезли, они прекратили разведку боем, из чего следовало, что это всё было разведано, они распространили слухи, я не знаю, насколько правильные, но думаю, что, возможно, и правильные, потому что вот три недели не было заложного, поскольку он согласовывал и инспектировал последние какие-то там вещи, они распространяли множество роликов, что вот, в том числе, от имени заложного, Зеленский говорил, что всё обговорено, они публично, опять же, публично, там, скажем, испанские войска махали платочками в Твиттере, провожая своих украинских коллег, из чего было ясно, ну, всем, как бы, любой военный аналитик, посмотрев на это, сказал, так, слушайте, наступление будет там вот завтра, послезавтра, потому что, если, если, значит, бригада приехала из Испании, она же там не будет сидеть на месте и протирать штаны, она же там всё вокруг протрёт, и всё вокруг сожрёт, значит, сейчас пойдут. Соответственно, дальше произошла картина масла. Ну, о себе, о том, что я на это, конечно, полностью купилась, и сказала, что вот там наступление будет завтра, послезавтра я не говорю, потому что я в данном случае, да, просто, моя ошибка, это моя ошибка, и больше ничего, там в анализе. Но ошибка в анализе у Приможна заключалась в том, что, посмотрев на всё это, он драпанул из Бахмута, причём на 100 километров стал отвозить своих бойцов. А ещё круче выступила российская армия, которая стала тут же на путях вероятного наступления украинских войск ставить мины, на которые напоролись отходящие войска Приможина. То есть всё это удовольствие залужному не стоило ничего, кроме вот, обратите внимание, как это красиво было организовано, то есть это не то, чтобы просто где-то кто-то что-то сказал, это плохая дезинформационная кампания, а действительно были проведены некоторые мероприятия, из которых следовали вот именно эти выводы. Ну, просто те, кто сделал эти выводы, ну, там, я просто забыла вспомнить, что война — это искусство, это путь обмана, как говорил Сунь Цзи. А я не знаю, на месте пригорной Герасимова, наверное, они просто и не могли осмелиться такое сделать, потому что всегда человек должен исходить из самых худших вариантов, а самый худший был вариант, что наступление завтра. Ну вот, пожалуйста. У них вообще связь какая-то? Да, мины на пути отступающего Вагнера. Вот об этом как раз хотела вас спросить, действительно об этом Пригожин говорил. У них есть какая-то связь взаимодействия у Пригожина с Министерством обороны, помимо тех заявлений, которые Пригожин делает, и как-то, возможно, ему отвечают, может быть, где-то в закрытых телеграммах, но мы не можем этого знать. Что касается вот их взаимодействия. Нет, во-первых, у них, конечно, взаимодействие есть, а во-вторых, не забывайте, что война — это, в принципе, бардак. Вот один приказал, другой сделал. Там российской армии приказали срочно ставьте мины, потому что завтра будут наступать украинцы. Вот они побежали ставить эти мины, что там где-то еще идут вагнеровцы. Слушайте, тот человек, который ставил мины, ему было не до этого. Он просто уже на зубах ощущал скрип песка от идущих украинских танков. Вопросы, которые пришли к вам в нашем телеграм-канале, я надеюсь, что я успею их задать. Вопрос для Юлии, пишет Виктор. Как вы считаете, что останавливает сегодня путинский режим набрать еще пару сотен тысяч солдат и укрепить границу? Неужели не найдут 200-300 тысяч автоматов? Ситуация в Белгородской области наносит властям России колоссальный имиджевый урон. Ну, во-первых, очень трудно уберечься от укусов комаров. Это, на самом деле, самое сложное. По той же самой... Ну, видите, что такое РДК и все эти вылазки? Это, знаете, в значительной степени, как дроны. Вот если идет большое чего-то, это можно увидеть. А если летит дрон, то его поэтому и пропускают, что он маленький. А с комаринами укусами бороться очень сложно. Как я понимаю, я тут говорю с осторожностью, поскольку я не понимаю, что там именно сейчас происходит в Шебекино. кроме того, что РДК сказали, что они градами подожгли какое-то административное здание. Я не знаю, как можно градами поджечь административное здание, потому что град, знаете, даже если полпакета, он разлетается по очень широкой площади. И мы видели, что там горит вовсе не административное здание, а вполне себе такая жилая пятиэтажка. Но, видимо, она была рядом с административным зданием. Но это ладно. Поскольку я никаких особых подробностей не могу поделиться, это просто такие наблюдения за теми видео, которые я видела. А самое главное другое. Насколько я понимаю, там вся же эта история была не для того, чтобы занять Шебекино и действительно произгласить Белгородскую народную республику. Все эта история была за тем, чтобы заставить Путина отвлечь еще резервы. И если я правильно понимаю, это как минимум частично удалось, а как максимум, то, что мне хвастались некоторые собеседники, я не знаю, насколько они тоже выдают желаемое за действительное. Дело в том, что у Путина было 100 тысяч срочников, которых формально в Украину никто и не посылал. Это правда. Потому что он обещал, что срочников в Украину не пошлет. Но, тем не менее, это был тот резерв, который копился именно на случай украинского наступления. И вот как минимум какая-то часть, а, возможно, и большая часть этих срочников, теперь рассредоточена вдоль этой 700-километровой границы. Именно поэтому они, с одной стороны, не пустили РДК далеко, по-моему, никуда не пустили, хотя там вроде бы сегодня тоже писали, что куда-то зашли, поэтому я не буду... Ну, там 10 метров туда, 10 метров сюда, не очень принципиальный вопрос. Но делалось-то это не для того, чтобы 10 метров занять, а для того, чтобы отвлечь вот эти вот резервные силы. И, как я понимаю, они как минимум в какой-то степени отвлечены. Тем не менее, вопросы про дроны ведь тоже приходят, про те самые дроны, ту самую массовую атаку дронами на Москву и Подмосковье. И вот вблизи резиденции Путина, на Рублевке, недалеко от Нового Огарева, как раз пролетели эти дроны. В частности, кстати, вот издание «Проект» выпустило новое расследование, в котором разобрали они целый такой земельный кагломерат, который принадлежит Владимиру Путину, особняки дочерей, там Кирилл Шамалов тоже фигурировал в какое-то время, потом, правда, у него все забрали, согласно тому, что журналисты утверждают. Но при этом там и жена бывшая Владимира Путина и так далее. Вот все эти близкие, приближенные, они купаются в роскоши. Это ни для кого не секрет, но в очередной раз это вот издание «Проект» подтвердило. Вы, кстати, с Михаилом Подоляком как раз говорили на эту тему, и об этом контрасте, как человек, который так любит, условно, золотые туалеты и ёршики, вдруг стал, как вы сказали, маньяком, если я не ошибаюсь. Вот вы нашли ответ на этот вопрос? Мигала маньяком. Да. Нет, если честно, я думаю, что это основная, как бы так сказать, основная сюрреалистическая загадка этой войны, как человек, который... Ну вот мы знаем, что он пришёл к гости, мы знаем воспоминания, откровения бизнесмена Колесникова, которого призвал к себе его товарища, сказал, вот учреждай фирму «Петромет», а через неё будут идти деньги российских олигархов, 70% будет идти на закупки оборудования, а 30% будет идти на откат Владимира Владимировича. Это то, на что потом был построен вот этот вот самый дворец знаменитый Геленджикский через некоторое время. Меня поразила дата, которая всё это происходила, то есть это происходило просто вот буквально сразу после выборов. Человек, как в фильме, Иван Васильевич меняет профессию, вот просто как управдом сел на царство, ну а теперь мы золотой государственной печатью будем коготь орехи. У человека было всё просто. Количество резиденций Путина, даже не частных, к 2008 году уже зашкаливало. Я помню, какое-то там время коммерсант насчитал несколько десятков, ещё с тех пор, наверное, прибавилось. Помню, как я по Алтаю ездила, по республике Алтай. И там мне с грустью говорят местные, вот здесь вот Путин летал на вертолёте и положил палец на нашу землю. И действительно через некоторое время там выросло шоссе, которое идёт в один конец. Причём, как правило, все эти резиденции, я не знаю, как там сейчас, но в том же самом Геленджике, там очень долго не было в соседних деревнях Газа. Насколько я понимаю, сейчас провели. Там специальную линию ЛЭП провели. Там выстроили ведь аэропорт в Геленджике, у которого очень долгое время не было аэровокзала. То есть человек, который посещал этот аэропорт, там стоит где-то миллиард долларов взлётно-посадочная полоса, если я не ошибаюсь. Он, соответственно, не нуждался в аэровокзале, а все остальные, ну а типа зачем он? То есть формально это было за государственный счёт, и формально это была какая-то инфраструктура, а на самом деле это было вот только для себя любимого. И вообще, если посмотреть этот дворец, он же уникально выстроен, он называется дворцом, но это же не имеет никакого отношения к тем дворцам типа Зиннего или Тюри, которые мы видим у классических европейских монархов. Потому что у этих европейских монархов дворцы были, во-первых, местом, куда имела доступ вся хоть сколько-нибудь имеющая некий уровень публика. То есть достаточно спокойно можно было прийти и там ошиваться в каких-то приёмных, протирать, допустим, задницы. Я не говорю о том, что очень часто коллекции картин при дворцах, тот же этаж, были доступны для посещения, опять же, благородной публики. А главное, это было место, где делалось управление государством. То есть там проходило 30 тысяч одних курьеров. Это был сложный комбинат, который управлял страной. Значит, в этом путинском, он называется дворце, но скорее по типу это такой сираль турецкий. Потому что там есть аквадискотека, там есть трепушник, там есть казино, там есть зал. Никаких компьютеров там, ну, понятно, ну, правда, там у нас частично это какие-то съёмки планов, ну, ты там розеток под компьютеры, что называется, не особенно под Wi-Fi, не особенно видишь. Вернее, не под Wi-Fi, а ну вот под телефонные шнуры. Ну, и ладно, это я засловлю, а, конечно, там маленький такой кабинетик там среди всего этого великолепнее. То есть понятно, что интересует человека. Человек-хоккейный каток, да, значит, аквадискотека, да, трепушник, да, кинозал, да. А вот какое место занимает кабинет в жизни владельца этого дворца? Ну, видимо, несколько другое, чем, например, в жизни императора Франца Иосифа, потому что вот если вы зайдёте в Шенбрунский дворец, вы тоже увидите там маленький кабинетик, на нём конторочку, за которой Франц Иосиф принимал посетителей, где-то начиная с пяти утра и чуть ли там не до трёх часов дня, если я не ошибаюсь. И за свою жизнь Франц Иосиф, австрийский император, принял, я не помню, там какие-то совершенно астрономические цифры, то есть он абсолютно книга рекордов Герлеса, там десятки тысяч человек. Другое дело, что эти аудиенции недолго продолжались. И это была вообще очень глупая идея управлять империей в ручном режиме, потому что там в результате его неустанных трудов она и развалилась. Но тем не менее, чувак попхал как раз на галерах. Вот я вот представляю себе, что сказал бы Франц Иосиф, если бы он попал в этот геленджикский так называемый дворец. И я же не случайно говорю очень долго, потому что я пытаюсь описать нашим слушателям своеобразие мировоззрения, которое стоит за человеком. Вот известно, что архитектура говорит нам об эпохе больше, чем что-либо другое. Если мы видим амфитеатр или театр или ипподром, на котором сидит много народа и дают им представление, то мы понимаем, что мы имеем дело с республикой или с полисом, ну или потом с империей, где черн значит очень много. А скажем, если мы видим место, где... Если мы видим готический собор, то мы понимаем, что концепция изменилась, что стало главной архитектурной формой. И вот когда мы видим вот этот вот большой отель по принципу all-inclusive, построенный для одного человека и огражденный колючей проволокой от всей остальной России и по соседству с этой Россией в этой России, естественно, нету ни аквадискотеки, ни нормального целюльника, где можно постричься, ненормального хоккейного катка и так далее, и так далее, и так далее. То есть все то, что должно было быть для всех, потому что если вы посмотрите, там все вещи, они для какой-то активности, которая обычно является коммунальной. Вот где-нибудь во Франции в самом плюгавеньком городишке будет, скорее всего, коммунальный бассейн, который можно будет посетить. А здесь коммунальный бассейн находится только в одном месте, и это место дворец. Обратите внимание, что в Зимнем дворце мы что-то не помним про бассейн. В Ванечке дворце мы не помним про бассейн. В Месергофе мы не помним про бассейн. Да, у этого бассейн. Это, ну, понятно, что мне скажут, дискотека. А тут дискотек не было. Вот зато там были библиотеки. Так вот. И как этот человек, варясь во всем этом, вот действительно, как султан в Сирале решил, что вот это и является мера его могущества, но у меня только одна гипотеза, что он просто мерил величие России в аквадискотеках и бассейнах и подумал, ну, слушайте, ну, тут так вот у американского резиденца, президента, две резиденции, Белый дом и Кэмп Дэвид. «Если мерить величие страны в резиденциях, то я там в 20 раз его круче». Да, они тут все, значит, каждый, кто 8, кто 4 года уходит и приходит, а я тут уже 20 лет. Я старожил. Я, значит, альфа-самец. Ну, сейчас я им покажу, потому что у меня есть аквадискотека и ракета Посейдона. Выяснилось, что аквадискотека у него есть, а Посейдона нет. Много вопросов, но знаем, что вас уже нужно отпустить. Вот настойчиво зритель спрашивает про Виктора Шендеровича у вас, ваше мнение узнать, почему Шендеровича сейчас стравят и каково ваше отношение к Виктору Шендеровичу? Первое. Виктор Шендерович это человек, который первым увидел Путина, когда его никто еще не видел, потому что НТВ, я напомню, закрыли за крошку Цехиса. А крошка Цехис, вот с тех пор мы видим, что крошка Цехис действительно вот на предыдущий ваш вопрос, почему Путин действует так? Можно было дать очень короткий ответ, который дал 23 года назад Шендерович, потому что он крошка Цехис. А Шендерович, Виктор, я напоминаю, что в 2013 году еще когда была, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2013, ведь, погодите, зимняя-то Олимпиада была в самом начале 2014, правильно? Я что-то ничего путаю. Да. Да. Значит, в самом начале Сочинской Олимпиады, я напомню нашим слушателям, Шендерович, пойму всего, но вот тот самый Шендерович, который во время войны с Грузией выходил с плакатами «Руки прочь от Грузии», «Я грузина», сделали они там с Пархомена какой-то значок, а Шендерович в 2014 году во время Сочинской Олимпиады написал колонку, в которой говорил, что все это сильно попахивает Мюнхеном, а, в общем-то, за Мюнхенской Олимпиадой наступает, страшное слово сказать, аннексия судеб. Это было дословно сказано в колонке. И тогда Пархомена Шендеровича решили отменить в очередной раз. Тогда хейт был такой, вот нынешним хейтерам, они должны поучиться, они должны поучиться у мастеров и образцов дела, потому что просто были задействованы все ресурсы Шендеровича, обещали стереть в парашют, а, видимо, Шендерович он задел тогда какой-то нерв, потому что вот это слово аннексия судеб произнес абсолютно первым Шендеровичем. Еще никто не понимал, что будет с Крымом, еще только была Олимпиада, а Шендерович сказал, в Мюнхенской Олимпиаде заканчиваются аннексией судеб. И в Мюнхенской Олимпиаде действительно закончилась аннексией судеб, и, видимо, за это предсказание Шендерович тогда отменяли в очередной раз. Значит, соответственно, просто вот я жутко извините, когда отменяете, думайте, кого отменяете. Я понимаю, что вот эти ребята отменители, они, конечно, действуют исходя только... Они же плохих людей не отменяют. Точно так же, как и путинская пропаганда, да, они не выбирают... Они выбирают самую потрясающую фигуру, которую надо отменять. Но, понимаете, я тут, конечно, не могу... Первое. Я совершенно не собираюсь вступать в дискуссии по поводу того, как смел Шендерович сказать то или другое. Сейчас объясню, почему. потому что, собственно, это главная тактика всех этих отменителей. Они хотят некоторые вещи сделать не то, что запретными к обсуждению, а, да, они всегда бдительно начинают углядывать к рамолу. И дальше, если ты с ними начинаешь полемизировать, то получается, что, как бы, ты придаешь их точке зрения, вот тут и ты с ней полемизируешь, значит, она существует. Если ты ее не замечаешь и обходишь мимо их стороной, то получается, что ты как бы боишься с ними связываться. Поэтому я могу сказать по этому поводу вот этих людей, которые являются гибридом из западной культуры отмены и старого любимого советского доноса, что знаете ли вы историю Нобелевского лауреата сэра Тима Ханта? Иконе Сен-Луи. Это была одна из ранних историй культуры отмены, которая произошла, если не ошибаюсь, в 2015 году. Была совершенно потрясающая история, очень похожая на то, что случилось с Шандоровичем, когда Нобелевский лауреат, молекулярный биолог, грандиозный человек, великий ученый, сэр Тим Ханта поехал на какую-то конференцию в Юго-Восточную Азию, я не помню, куда, и выступал там перед журналистами и феминистами. Он выступил на ужине, сказал ничего незначащие слова, свернулся, все посмеялись, поаплодировали, поели, его пригласили на следующую лекцию, после чего он уехал и улетел. Приземлившись в Англии, он узнал, что он уволен из всех институтов, в которых он состоял, и что уже требуют его отдать и Нобелевскую премию. дама, которая его уволила, ее звали Конни Сен-Луи, она была ярая феминистка, она была преподавательницей журналистики, научной журналистики. Это была, она не афроамериканка, она афро-британка, такая очень полненькая, с косичками, то есть человек считал, что очень правильно фотографироваться на своей серии именно с косичками. Эта дама рассказала, к этому времени успела рассказать всем, она несколько раз меняла свои показания, но в целом ее, значит, история заключалась в том, что профессор Тим Хант не больше не меньше как призвал к созданию сегрегированных лабораторий, чтобы женщины, значит, вместе с мужчинами в одной лаборатории не участвовали. Потом он сказал, что я шовинистическая свинья мужская, потом он поблагодарил дам за приготовленный ужин, потому что, ну, типа, намекая, что больше нечего поручить, а потом, когда на следующий день вся шокированная общественность либеральная, которая участвовала во всем этом, они обсуждали только слова Тима Ханта, никто не смеялся, это продолжалось семь минут, была мертвенная тишина в зале, а даже на следующий день, когда профессор Тим Хант, когда там был еще какой-то семинар и, значит, обсуждали ужасное поведение сэра Тима Ханта, он снова вошел, его спросили, попросили объясниться, а он вместо того, чтобы объясниться, загадочно улыбался, посмеялся и ушел. Вот была такая трагическая история, представляете, вот у меня встречный вопрос, как вы думаете, если Набелевский лауреант действительно захочет создать, призывать к созданию сегрегированных лабораторий, как вы думаете, он сделает это во время двухминутного спича на ужине у феминисток? Ну, не самое подходящее место, однозначно. Как-то вот странно. Естественно, как очень быстро выяснилось, вернее, как впоследствии выяснилось, это была фигня на постном масле. Причем эта дама, которая обо всем этом рассуждала, ну, она, мягко говоря, все переворола. Ну, действительно, сэр Тимханц пошутил насчет того, что значит, ну, что делать, говорит с женщинами в лабораториях. Ты в них влюбляешься, значит, они начинают плакать. Может нам создать отдельные лаборатории. После этого все посмеялись, это было зафиксировано, что все посмеялись, все спокойно сели ужинать, никакой сэр Тимханц за ужин никого не благодарил. Это сделал совершенно другой человек. И тот человек, которого феминистки потребовали на следующий день объясниться на семинаре, тоже был другой человек. Они его перепутали с сэром Тимом Хантом. Это был не сэром Тимхантом. То есть просто было зафиксировано, в конце концов, разобрано, что это было просто еще очень плохой журналистский отчет о том, что произошло. Почему это был плохой журналистский отчет и сплошная система передергиваний, тоже понятно, потому что, как быстро выяснилось, вот из севе этой дамы оно содержало, скажем так, сильное преувеличение. Например, она рассказывала, что она там является регулярным корреспондентом Guardian, Independent, в общем, у нее там просто все ведущие газеты были в анаблезе, и все ведущие газеты просто не могли припомнить ни одной статьи за ее подписью. Она рассказывала, что она там пишет какую-то книжку, выяснилось, что она, да, получила грант на книжку, но книжки там 10 лет как нету и так далее, и так далее. Вот, потом она, честно, в каком-то из интервью сказала, что вот там сознание того, что этого белого гетеросексуального мужчину я, значит, вот могу призвать к ответу, ну, в общем, все понятно. Это я к чему? Несмотря на все это, эта свора была такая, что сэр Тим Хант буквально в течение нескольких часов, пока он был в воздухе, лишился всего, и слова вот этой вот дамы, я другое слово не хочу употреблять, которые были опубликованы в Твиттере, они значили больше, чем слова Нобелевского лауреата. А мы живем в такое время, мы живем в такое время, а когда есть люди, которые хотят самоутверждаться за счет самых замечательных и самых лучших и самых крутых, и есть те тролли, которые это делают, если вы всегда на них посмотрите, они всегда очень как кони с Энт-Луи, они ничего из себя не представляют. Мы не знали бы об их существовании, если бы они не собирали толпу. И есть люди, которые охотно к этой травле присоединяются, потому что, ну, по той же самой причине, по которой в Афинах существовал астракизм, когда лучших, виднейших жителей города подвергались гнанию, ровно потому, что они виднейшие. И я бы хотела завершить этот наш разговор очень серьезным соображением, что мы очень часто, ну, там, при виде Путина очень понятно, мы все время говорим о опасности тирании. Но это, само собой, понятное дело, потому что вот-вот-вот он Путин, вот-вот это все наглядно видно. Но вот с социальными сетями, скульптурой отменной, которая, как я уже сказала, генетически вырастает из партийных чисток 30-х годов и китайских хунвейбинов и так далее. Вот когда Кадыров требует извиниться, это тоже примерно одно и то же. А только у него сила, а здесь общественное принуждение. Так вот, есть такая вещь, которую можно назвать там рассеянной диктатурой. В археологии, когда они стали искать основы человеческого государства, они выяснили одну, на первый взгляд, очень приятную вещь, которая заключается в том, что древнейшие города человечества не имеют царских дворцов. Ни Четалгиюк, ни Ерихон вот просто не имеют царских дворцов. И это очень приятно, потому что даже из археологических данных, из письменных данных, связанных с шумерскими городами, мы знаем, что очень часто там не было наследственного правителя, там правило что-то вроде народного собрания, иногда что-то вроде даже двухпалатного парламента, совет старейшин, совет воинов, правитель, вот шумерский Лугаль, он был сменяем, то есть это внушало очень большие как бы радости по поводу происхождения человечества, потому что человечество, в отличие от нескольких видов мартышек, не обязательно иметь над собой альфа-самца. Вот замечательно, древнейшие человеческие государства обходились без единоличного правителя. И это плюс. Но минус заключается в том, что во всех этих городах-государствах была другая вещь, которая называлась храм. То есть там всегда была идеологическая элита, религиозная элита, которая показывала людям, как думать. Это в значительной степени гораздо более страшная вещь, чем правитель. Это вот тот рассеянный деспотизм, о котором я говорю. И, к сожалению, в атмосфере войны, в атмосфере, как мы видим в демократических странах, это атмосфера войны. Будем бороться против глобального потепления, против белого шовинизма, бла-бла-бла. Левы искусственно создают атмосферу войны. Здесь атмосфера войны настоящая. Вот этот вот рассеянный деспотизм, о котором я говорю, является действительно очень серьезной проблемой. А Виктор Шандорович стал жертвой вот такого рассеянного деспотизма. И, естественно, если рассеянный деспотизм побеждает в любом обществе, то он становится в какой-то момент нерассеянным. Вот культура отмены, как я уже сказала, генетически своими корнями восходит именно к советским доносам и к способностям особо бдительных граждан получить почти сексуальное удовлетворение, заметив, что вот вот такой-то он там в селедку завернул портрет товарища Сталина. Давайте, соответственно, немедленно его под арест, а еще и квартиру его я заберу. Но тут единственное, с современными троллями они точно не смогут забрать ни квартиру, ни обаяние Виктора Шандоровича, потому что статус и ум Виктора Шандоровича останутся при нем. Ну что ж, благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня поговорить с нами. Спасибо вам и до следующего раза. Надеемся, всего доброго. Спасибо, до свидания.